Программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм действуют в республике с 2012 года. За это время гранты получили в одном только Канажском районе 22 хозяйства. Проекты разные и по масштабам, и по направлениям. Растениеводство, овощеводство, разведение крупного рогатого скота. Помощь государства стимулирует сельхозпроизводителей на новые инициативы. С такого обхода начинается каждое утро Владимира Волынкина. В деревне Новые Челкосы вот уже два года он успешно развивает крестьянско-фермерское хозяйство. В основном разводит овец, число которых за это время достигло 500 голов. Неприхотливые, можно так сказать. Особых условий не требуют в себе. Ни уход, ни содержания. Как день прожить, чтобы все были сыты и довольны. Зима закончилась, и запас скончается. А сейчас на зеленую траву уйдут, и проблемы, как сказать, сами с собой решатся. Собственное хозяйство – это всегда большая ответственность. У владельцев нет выходных. Животные должны быть сыты, здоровы. По соседству гусиная ферма. В стадии их более тысячи. Дело хлопотное, но и прибыльное, признается фермер Александр Кондрашов. Мясо в основном идет в соседние регионы. Оба фермера в разное время стали участниками программ государственной поддержки. Таких в Канажском районе немало. С момента начатия программы, реализации программы, с 2012 года, в Канадском районе также активно участвует Канадский район в этих программах. И наши фермеры, малые фермеры, активно участвовали. Из них 22 фермера получили государственную поддержку по разным направлениям. Три фермера начинающие, также один фермер семейный, и также один кооператив «Миллотус» по направлению, также первые в республике по направлению производства меда. На эти средства хотят довести поголовье овец до 600 голов, реконструировать и увеличить территорию для прогулок на свежем воздухе, а также обустроить дополнительные теплые вольеры для игнят. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика.